Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог, влог по заявкам. Здесь будут мои лучшие покупки Wildberries и будем с вами обсуждать уход в Faberlic на холодное время года. Девочки просили. Итак, поехали. Что хочу, девчонки, показать, это диспенсер. Диспенсер для средств для мытья посуды это вообще лучшее изобретение. Я вам буду ссылки на все свои покупки оставлять под видео. Возможно, каких-то товаров нет в наличии, возможно, какие-то изменилась цена. Но вы в Wildberries знаете, там то же самое может появиться и еще дешевле, а именно вот этого нет. По названию можно искать. Это вообще крутая штука, это просто крутая штука. Мы сюда наливаем средства для мытья посуды, закручиваем, и чтобы его использовать, губочкой вот так один раз нажимаем. Этого достаточно, губку вспениваем, моем посуду. Вещь вообще на самом деле великолепная, 200 с копейками на Wildberries стоит. Удобно, красиво, ну вообще супер. Гирлянды. Про гирлянды, шторы мы уже с девчонками в Телеграм много разговаривали. Они пока дешевые, их пока есть смысл брать, есть смысл заказывать. Я всегда мониторю несколько магазинов, но пока на Wildberries эти вещи дешевле. Я уже девчонкам показывала, они у нас уже висят везде, у нас уже Новый год. Ну и естественно панели. Естественно панели, это лучшая покупка на Wildberries. Я их так разрекламировала в своих видео, что они мне, во-первых, должны доплачивать, во-вторых, их нет. Если мне сейчас на коридор не хватит, я не знаю, откуда мне их брать. Я их нигде больше таких же не видела. А еще в другой партии может отличаться цвет. Я их тоже лучше приобретением на Wildberries, потому что дешево, потому что сердито, потому что красиво. Я буду делать такие же подборочки и по зону, потому что много продуктов гораздо дешевле на зону, чем на Wildberries. У меня тоже там есть любимые покупки. Поехали дальше. Домик. Его в Дзене тоже показывала и девчонкам в Телеграм уже, когда приобрела. Тоже очень красиво, очень здорово. Разные расцветки есть. Сюда у меня влезло три упаковки. Вот так крыша поднимается. Мы туда с вами чайные пакетики складываем. Они вообще есть всевозможных дизайнов. Они есть всевозможных расцветок. Мне вот очень нравится. Именно вот такая. Выглядит красиво. Я поставила сюда его на полочку под интерьер. Мне подходит. Это удобно, это красиво, нежели у вас на столе там или где-то будут стоять коробки с чаем, да, с чайными пакетиками. На Wildberries все сказочные цены. На патчи можно за 100 рублей взять банку и 60 штук. Сейчас у меня вот такие зазом. И мне очень нравится. Но вязы немножко получше. Их можно взять рублей за 200. Эти я взяла за 146, по-моему, рублей. Здесь тоже много сыворотки. Очень неплохие. Они плотненькие, такие блестящие, красивые. В общем, патчи на Wildberries самые дешевые, которые я видела, девчонки, 96 рублей. Поэтому я не вижу сейчас их брать смысла дороже. Потому что никакого нет. Они работают все одинаково практически. Еще одна очень классная, удачная покупка. Это точилка механическая. Я долго раздумывала, брать ее или нет. Раньше, давно. И слава богу, взяла. Потому что это настолько удобно. Ребенок сам себе заточит все карандаши. Это очень удобно. Ссылку на нее тоже оставлю. Можно смотреть. Там их много разных, которые вам тоже по дизайну подойдут. Они разных расцветок. Карандаш вставляем, ручку вращаем. Ничего держать не надо. Все, карандашик у вас острый. Они сейчас стоят достаточно бюджетно. За 200 с небольшим рублей я вот эту точилку приобрела. Раньше, когда они стоили дорого, я все время раздумывала, нужна или не нужна. На самом деле, эта вещь мега удобная. Здесь можно, кстати, косметические карандаши тащить. Все в этом плане отлично. Блитница. Тоже очень удобная вещь. Давно в использовании. Надписи здесь терлись, но они мне не нужны подавно. Здесь много секций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, на неделю. По три ряда. Я раскладываю сюда Бады Фаберлик. Свои и Ксюшкины. Вот детские витамины лежат. Все. Утро, день, вечер. Но Ксюшкины я вот так вот сюда раскладываю, где у меня свободно. А так на неделю, на три приема. Это на самом деле очень удобно по баночкам не искать. Баночки я все спрятала, убрала. И таблетница у меня это на столе лежит. Так скромненько. Вещь на самом деле тоже удобная. Еще одна классная покупочка с Вайлдберрис. Ксюшка уже не дождется открыть. Это набор. Набор для опытов от Космос. Конечно, открываем же. Они есть и на Азонино. Мы заказали на Вайлдберрис. Уже невозможно терпеть. Вот такой вот наборчик. Бренд Космос. И называется... Пахнет так что-то. Что-то пахнет? Да. Это набор для опытов. Слушай, в коробочке. Вот так. У нас лаборатория светящихся слаймов. Станция пришельцев. Открывать? Конечно, открывай. Ты только положи коробочку. Все вывалится. Она же открывается вот так. Вот. Здесь у нас огромный набор. Инструкция на разных языках. Вообще Космос это детский эксперимент из Германии. Они аж с 1922 года. Представляете, производят их. Очень интересно. Они произведены, придуманы, сделаны в Германии. Ну, инструкция на русском тоже должна быть. А вот она. Отдельно. Смотри, сколько всего. Так, это у нас сама станция, я так понимаю, для опытов. Вообще очень интересно. Вот так вот на подарочек. Сейчас холодно на улице. Осень. Зимними, холодными, осенними. Ага. Вечерами не в планшетах, телефонах сидеть, да? А заниматься опытами. Научными. Это же интересно. Здорово. Вот такой шприц какой-то. Ух ты, мягенький. Ага. Так. Пинцетик. Вот мозги, я знаю, куда. Мозги вроде вот как-то вот так. На инструкции видео. Тут надо чего-то делать. Сейчас мы почитаем. Инструкция достаточно понятная. Да, вот так вставляю. Вот так, наверное. Ну, смотри, тут вроде посередине показано. Где-то посередине должно быть, да. Как это повернуть? Вот так, наверное. Не знаю. Так, что ли? Нет, поежке. Видошка. Сейчас я тебе помогу. Классно вообще. У космоса есть и по физике эксперименты, и по химии, и по археологии, и по биологии, и по геологии. В общем, все, что хотите. У нас вот видите, космос. Вот, да, молодец. Все правильно. Так, что дальше у нас? Дальше... Ты в инструкцию, в инструкцию смотри, смотри. Дальше у нас... Баночку мы поставили. Дальше перелистываем. Давай сама-сама. А дальше у нас шприц. А почему тут как будто все разделено? Вот сюда мы ставим вроде вот такие вот зафигищи. Как их ставить? Изучай, изучай. А таких больше нет. Эксперименты подходят для детей от 6 лет. Ну, для любого пола, мне кажется, будет интересно. Для мальчиков, для девчонок. Ну-ну-ну. Давай-давай. А ну потом вроде вот так переворачивай. Сейчас будешь учиться пользоваться лабораторными принадлежностями. Потом тебе на уроках химии пригодится. Подожди. У нас первый раз такой опыт прям вот химический. Очень интересно. Мне самой-то интересно, но пусть сама. Подожди. А, тут она маленькая, наоборот, перестанет. Здесь наклейки, смотрите, есть. Ух ты, интересно. А куда их интересно клеить? А, это надо, наверное, станцию украшать, мне кажется. Ты не думаешь? Мы будем украшать. Так, мы налили в пробирку 75 миллилитров воды. И мне кажется, нужно вот такие порошочки засыпать. Для этого используешь шприц. Да, мы так и сделали. Три раза. Осторожно, открой пакетик с порошком для желтой слизи. Для желтой слизи, вот желтая. А нам нужно ее сюда, наверное. Подожди, нужно сначала аккуратно открыть. Нам нужны для этого ножницы. Ты взяла ножницы? Мне кажется, они похожи. Что там? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слушайте, ну вообще интересно, очень интересно, мы пока ждем, пока затвердеет слизь, сейчас будем делать мозги, читаем инструкцию, читаем книжечку, знакомимся с интересными фактами, читаем про опыта. Здорово и занимательно. То есть вот на большой промежуток времени можно увлечь ребенка. Я говорю, Ксюша, давай завтра уже поздно сделаем с тобой светящегося. Нет, все хочу сейчас. Один эксперимент мы точно ставим на завтра. Нет, 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 нет. Я спать уже хочу. Нет. Все хочет сейчас. Интересно, да? Да. 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 Спасибо. 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 Уже играет розовым слаймом. Субтитры сделал. Да? Все, затвердел, стал классный. Уже растягивает его, классно тянется, да? Ага. Этот старик мы можем вот так вот так вот. А так если пусть тянет, то пароться. Схи-схи. Класс. Схи-схи. Ты просто прелесть. Давай глаза, лепьясь мне ногу. Сова, доброе утро. Да куда я штамп делала, подожди. Вот она тут немножко ему головочку подпал. Подправили. Я лучше бы глаза добавлю на розовый. Чудовище в глазах. А вот тут они должны быть. Смотри. Тут и тут. Класс. Сейчас еще чуть застынет. Будем проверять. Слушай, выключи свет. Он светится. Камера не передает, к сожалению. Но он светится. Очень классно светится. Это мы его даже фонариком не заряжали. Он так медленно. А так светится. Классно. Вытащили мозг. Ксюша сказала, что я рукожоп. И она делает мозг пришельца лучше. А так прикольно. Не хотите мозг отведать? Ну давай, делай заново мозг. Ксюшкин мозг правда лучше. Смотрите, какой он прикольный. Он достается из этой формы. Такой прям вот мозг-мозг. Слушайте, объемный. Желтый такой нормальный. Ты хочешь желтый сделать мозг еще? Смотрите, вот. Желтый затвердел. Вот такой редкий еще. Чуть, но он тянется. Класс. А мне так нравится текстура вот именно вот таких вот слаймов. Она такая, знаете, как полурезиновая. И видите, он не растекается. То есть он реально лежит мозг. Он не растекается и форму свою не меняет. От зомби. В общем, нам безумно понравилось. Мы еще здесь сделали последний эксперимент. Ксюшка во все играется. Набор обалденный. Я вам ссылку на Вайлберс оставляю под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Там много различных опытов. Вообще различной ценовой категории. Мы в восторге. В диком и поржали. От души появились. Дали нашего товарища. Прикольно. Он тоже форму свою не теряет. Не меняет. Все же глазки стоило. У него тут даже улыбочка есть, да? И пузик. Это все с внутренней стороны отпечаталось. Пойдем в ванну смотреть, как он заедет. Держи. Ну, а теперь, что касается ухода за лицом на холодное время года от Фаберлик. Я достала свои кремы Гардерика. Они у меня с весны лежат. Дневной и ночной. Они у меня уже начаты, вскрыты, лежат, но не ничего с ними не случилось. Так, артикулы 0,742 и, кстати, с СПФ шестерочкой, 0,741. Достаточно плодные, очень хорошо увлажняющие, но мне мою комби кожу летом, осенью, зимой и начало весны, она у меня нормальная. Летом она у меня комби и местами жирная. Не утяжеляет. Если у вас сухая кожа, берите в баночках Гардерику, да? В тубах вот такая. Она для нормальной кожи очень хорошо подходит. Дальше. Гиалуронку не списываем со счетов. У кого были на нее высыпания, кто ее отложил, сейчас можно возобновить, так как холодно, высыпания уже может не быть. 28-20. У меня гель для умывания, от него у меня нет высыпаний. Были летом от тоника. Сейчас буду тоже пробовать тоник возвращать и наблюдать за своей кожей. Глобал Оксиджен подходит изумительно на любое время года. Тут продукты вообще в этой серии не утяжеляющие. У меня стоит кислородно-энергетический бустер. Это что-то типа тоника, тоник плюс, знаете, такой блюр-эффект. Такое ощущение, что здесь есть силикончики в составе. Я составы не разбирала, да? Но он очень классный. То есть по факту это пенка, а потом на вашем лице он превращается в тоник. Личико разглаживает, оно становится бархатным. Артикул 5799. Это серия, мне нравятся все, к ней тоже на холодное время года, рекомендую присмотреться. Мы возвращаемся с вами к кислотам. Хорошо очищаем свою кожу, потому что сейчас уже не так боимся, что будут пигментные пятна. Они у нас уже не полезут. У нас вообще солнца нет. Не погода, а ужас какой-то. Обожаю, просто обожаю вот этот вот ночной лосьон 12-14, саха кислотами, обновляющий. Я его использую перед сном, вечерний свой уход. Вместо тоника наношу на ватный диск, протираю лицо. Эффект обалденный. Я не знаю, как он работает, но вообще кислоты, они всегда дают очень хороший эффект. Омолаживающий и так далее. Достала сегодня прям буквально пилинг, тоже лежит с весны. Это шаг А, 12-18. И шаг Б, шаг С, я не пользуюсь, я наношу потом свой уходовый крем. 12-28 артикул. Собственно, если вам дорого, можете взять только шаг А. Это и есть сами кислоты. Я сделаю попозже ролик по пилингу, еще раз продублирую. У меня есть такие ролики, но освежим с вами впечатление. Это сама кислота. Шаг Б, это что-то типа гамажа, который мы используем после шага А. И кожа вообще будет до скрипа. Пигментные пятна, с ними очень хорошо помогают бороться с кислотой. Скатка ОСИУ, это для очищения тоже абсолютно на любое время года. Очищать мы с вами должны хорошо всегда кожу. 0,8-51. Дальше. Очень рекомендую присмотреться к серии Эксперт. Вот этой вот, которая такая у нас бежевая с вами, написано малиновым. У меня Мезоботокс второй один, я израсходовала по срокам годности, покупала, сейчас буду расходовать второй. Он нереально крутой. Это крем 7-8-80 артикул. Это крем и от всей вот этой серии Эксперт. Так, где у меня еще тут крем не принесла? Я вижу эффект. И вижу эффект хороший. Что серия с коллагеном, что серия с ретинолом. Эффект есть и он вообще классный. Я советую прям ретинол попробовать девочкам. Кому-то, у кого прям жирная кожа, он может быть тяжеловат. Ретинол, да? Тогда можно его оставить на ночь. У нас там на ночь сыворотка, на день крем. Там хороший процент ретинола и действительно тоже виден эффект, омолаживающий именно эффект. 10-75 у меня сыворотка с коллагеном. Тоже вещь классная, обалденная. Вся эта серия, шприцы из этой серии, да, вообще шикарные. Просто шикарные. Сейчас тоже на холодное время года подойдут прекрасно. Они разглаживают морщинки. У них практически моментальный эффект и легкий накопительный. Когда эти шприцы вы смываете вечером, придя домой со своего лица, морщинки снова видны сильнее. Да, но есть и накопительный эффект, то есть они разглаживаются. Когда вы наносите на морщинки эти шприцы, они разглаживаются, заполняют. Здорово. Сейчас я заказала гидрофильное масло для очищения еще. 08-44 на холодное время года. Да, мне нравится его использовать летом. Нет, конечно, летом нет. Вообще все масляные структуры летом я как-то стараюсь их избегать. Маска. Все отличные маски у нас ночные, которые не смываемые. Что в серии Global Oxygen, что в серии Weekend, что в серии BioGlow. Они все классные. Только от BioGlow мне она была тяжеловата. Почему-то многие ее любят. Биомика вот эта вот на холодное время года. Масочка сливки. Прям действительно такая сливки-сливки. Артикул 1-251 уже раз десятый. Берона мне очень нравится. А после нее кожа прям классно выглядит. Так, и серия BioGlow тоже на холодное время года очень хорошо зайдет. У меня вот из нее есть только крем-гель для век. Я пробовала практически все продукты. Они все крутые, они тоже кислотные. То есть там есть витамин С. И витамин С у нас с вами по факту это что кислота. Поэтому тоже как антивозрастной такой допинг, скажем так, очень хорошо подходит. Кто эту серию не пробовал, присмотрите. Я вам редко про нее рассказываю, потому что она была уже давно. Я не повторяю, так как очень много новинок выходит. А так вот BioGlow, как антивозрастной уходит, очень хорошая линейка. Вот так быстренько мы с вами пробежались по уходу Фаберлик. На этом видео буду заканчивать. Ссылочки все, в том числе и на набор детский под видео. Проходите, знакомьтесь. Ссылка на регистрацию Фаберлик тоже всегда под видео. Жду ваших комментариев. Всех люблю. Пока-пока.